И что такое коммунизм, что такое социализм. Лично для меня это хуже фашизма. Но они тогда этого не понимали, и они искренне верили. Когда вы говорите, что лично для вас это хуже фашизма, это потому что вы лично не испытывали фашизм, или по другой причине вы это говорите? Нет, я за свою долгую жизнь наблюдала и то, и то, и то, и то. Но фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Это не знали, это покрывали, это врали и так далее. Но я не думаю, что это было лучше. И я не думаю, что жертв было меньше. Я думаю, что жертв было больше и много больше. У меня нет никаких радужных слов по этому поводу. Поэтому для меня коммунизм, фашизм... Немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас сделали это даже по собственному желанию. Вот так приятно попытать, поубивать. Плюс к тому, что это хотели. И, конечно, если бы Сталин официально крикнул клич бенжедов, то ни одного бы не оставили. Вероятно, ваша мать также пострадала, коль скоро отца арестовали. Моя мать была сослана на 8 лет. Сначала она сидела в Бутырской тюрьме. А потом её перевели так, как других жён врагов народа, этапным поездом, теплушки для телят. Там их везли в Среднюю Азию. Она с грудным ребёнком была. И в этом гулаге было 6 тысяч жён. То есть где была она? Личных дел не было. Это были жёны врагов народа, так сказать. И там вот они были... Но они не знали, что 10 лет без права переписки, то, что сказали им про их мужей, это была неправда. Они были все расстреляны. Они уже были все вдовы. Вот это они не знали. А как же вас, Майя Михайловна, приняли в школу балетную? Ведь, насколько я знаю, обычные дети врагов народа, потом оказывались в каких-то интернатах специальных, их как бы не пускали дальше. Вот как это с вами получилось, что всё-таки... Дело в том, что я поступила в балетную школу.